ребята привет как вы считаете игровой компьютер нужно собирать самому или лучше все-таки довериться профессионалам мы вот считаем что оба этих вариантов вполне себе жизнеспособны хотя далеко не всегда у человека может быть столько свободного времени чтобы собрать самостоятельно компьютер и вот тогда на помощь приходят специальные компании например такие как компания artline а что самое важное сделать сборку у компании artline у вас может получиться даже дешевле чем если бы вы делали это самостоятельно у нас на обзоре моделька x65 в корпусе cube neptune с процессором ryzen 5 3600 и видеокартой asus taf rtx 3060 материнка asus b450m оперативка 16 гиг от ballistics есть два ssd накопителя на 500 гигабайт и 2 терабайта для игр вообще идеально блок питания установлен на 650 ватт и для охлаждения процессора выбрали башенный вентилятор enermax t40 с rgb подсветкой вообще компьютер со всех сторон покрыт подсветкой спереди она установлена на двух огромных и достаточно тихих кулерах которые установлены на забор воздуха а сзади кулер поменьше который работает на выдув регулировать типа свечения можно кнопкой на корпусе тут есть привычные всем волны радуги и одиночные цвета можно отключить подсветку зажав кнопку но эта кнопка регулирует только три вентилятора о которых я рассказывал только что если вы захотите включить отключить подсветку видеокарты и материнской платы придется скачать приложение аура и уже там все делать подсветка на процессорном кулере не отключается и всегда создает волну так что вот так она будет светить вам и днем и ночью с другой стороны мы же все геймеры и нам нравится rgb а здесь закаленное стекло через которое видно собственно все комплектующие и подсветочку и такой вариант да кому вообще он может не понравится что можно еще сказать про внешний вид корпус полностью черный и строгий это просто большой прямоугольник который будет стоять у вас на столе и радовать подсветкой спереди и сзади установлены решетки для идеальной вентиляции сверху и снизу такие тоже есть и на них дополнительно установлены пылесборники которые нужно будет время от времени чистить но так ваш компьютер дольше будет чистеньким внутри ну в общем то с корпусом все больше никаких особо интересных деталей на нем нет ну разве что юсб 3 и 1 на верхней панели но это сейчас практически во всех корпусах так давайте перейдем наконец-то к тестам вы ведь и сами знаете прекрасно какой сейчас дефицит с видеокартами а здесь у нас есть прекрасная возможность собственно на полную протесте 3060 и посмотреть на что она способна в самых современных игруках поехали если говорить про общую производительность в играх то самое слабое место тут как бы это странно не звучало и видеокарта хоть это и новое поколение есть все равно не хватает мощностей чтобы раскрыть графон на максимум но сейчас мы говорим про 2к или 4к разрешение если у вас монитор с full hd то даже киберпанк 2077 будет нормально играться на ультра настройках как видите на графике показывается практически ровная кривая на уровне 40 кадров перестрелках эта цифра падает до 35 кадров это так сказать консольные показатели чтобы добиться 60 fps нужно понизить пару настроек связанных с rtx и текстурами для 2к рекомендуем выставлять автоматические настройки и уже потом понижать ненужные эффекты чтобы добиться плавной картинки дальше мы протестировали rdr 2 и в нем при 2к разрешении с рекомендованными настройками игра показывает средние 50 кадров с проседаниями до 45 заснеженных локациях full hd на ультрах в среднем 35 40 кадров и только в снежной локации с водичкой fps упал до 28 немного не дожимая тракстаровскую воду ну и конечно же мы решили запустить недавнего убийцу кампов и ноутбуков медиум говорят из-за того что игра часто рендерит по сути две игры ей нужен очень мощный компьютер у нас она показывала 40 50 кадров в обычных сценах и 25 30 во время разделения миров это при 2к разрешении full hd ситуация лучше и частота во время разделения держится на уровне 40 кадров с небольшими просадками а в обычных сценах почти стабильная 60 если вам хочется rtx а на максимум то вот вам control который в 2к разрешении и сорта x на максимум показывает 50 кадров и со средним rtx стабильная 60 также в пределе 50 60 кадров в 2к разрешении показали metro exodus resident evil 3 и horizon что интересно во всех этих тестах 3060 ни разу не использовала все 12 гигабайт своей оперативной памяти и и предел оказался именно в ядрах которых у 3060 оказалось маловато так что вот вам наш совет если у вас есть пара лишних тысяч гривен обязательно возьмите 3060 ти у вас будет с ней гораздо больше возможности ну а если вам нужна конкретно память то можно спокойно брать 3060 и вам будет вполне с ней комфортно ну и вот вам несколько результатов из бенчмарков мы проводили их разрешение 2к тесте time spy видеокарта набрала почти 9000 очков а процессор чуть больше 7000 фпс в среднем держался на уровне 50 60 кадров тесте port royal компьютер набрал 5000 очков и показал результат средние 23 фпс тесте deal ss получилось поднять частоту с 23 до 58 кадров в секунду и самое важное что хочется сказать это температуры за время тестирования в бенчмарках играх температуры на процессоре и видеокарте не поднимались выше 60 градусов а компьютер даже не начал вдувать теплый воздух в общем так ребята сейчас спускайтесь вниз там вы найдете закрепленный комментарий клацайте на него и попадаете на наш сайт там вы сможете подобрать именно идеальную комплектацию для себя после этого возвращаетесь обратно к нам опять идете вниз комментарии и пишите что приглянулась вам по душе больше всего в общем да это у нас такой интерактив получится очень крутой на этом собственно все да прям совсем все нет ребят все прям все а я пошел играть